Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет обзор и подрыв немецких тяжей, так скажем, в FIFA Playground. Знаю то, что по этой игре у меня довольно давно не было роликов, особенно обзоров. У меня не было, не знаю, со времен еще динозавров. Кто помнит, ставьте лайк. Что, сегодня мы подрываем, посмотрим, как эти танки себя ведут в тех или иных ситуациях. В общем, подписывайтесь, лайкосик под видосик, а я начинаю. Что ж, у нас сегодня в гостях Е100, Маус, Тигр 2, или же Королевский Тигр, и Ваффентрагер Е100, вроде так он называется. Если не так, то поправьте меня в комментариях. Что ж, вот эти вот танчики сегодня мы разберем, посмотрим, как они тут все работают, ведут. Поломаем их, подрываем, сравним, так скажем, броню или всякое такое. Что ж, начнем мы, пожалуй, с Е100. Что же мы с ним будем делать? Мы крайне над ним будем издеваться. Какая у него броня, мне самая интересная? Нет, смотрите, пули отбивает. То есть, пока что танк прочный, стреляет. Ну, это и хорошо, что хотя бы стреляет. Так, его можно как-то завести, надеюсь. Едет. Вообще красивый. Насколько он тяжелый, давайте проверим. Не, ну выглядит он массивно. Ух ты, страшно. Ну, кстати, он тяжелый, но он в меру тяжелый. Посмотрите, потому что обычный танк, он, ну, не так сильно, как-то, не такой легкий то есть. То есть, он как-то больше давит. И Е100, можно сказать, чуть-чуть полегче, хотя он почти тот самый тяжелый танк. Почти. Что ж, давайте же его взорвем. Он, они, эти танки взрываются очень красиво. От одного танкодела, можно сказать, взрываются невероятно красиво. Но для начала мы не дживелины, мы взорвем. Так, дживелинчик уберись. А взорвем просто чисто базукой или чем-то таким. О, не пробили. Ну, в принципе, была ее классика не взорвана. Вот это вот, что я могу сказать. Так, дальше. Выстрел в каточек. В каточек у нас тоже ничего особо. А, промазал. В заднюю часть башни. Тут у нас уже, похоже, что отлетела башня. Да, у нас отлетела башня. И, кстати, башня отлетает довольно легко. Смотрите. Опа! И уже босс или яга. Так реально, яга. Так, в принципе, это было недостаточно эффектно, поэтому я сделаю это эффектно. Я вам обещаю. Мы предположим, что авиаснаряд прилетел ему прямо в заднюю часть. Тут какая-то... Ой-ой-ой. Тебе немножко плохо, я смотрю. Ой, реально немножко плохо, потому что-то лечит оболтается. Не, все-таки... Все-таки давайте взорваем его джавелином. Это самое интересное. Целимся в башенку. Ухля. Ба! Ну, у Е-100, к сожалению, нет у этого штуки красивого взрыва, но зато он хотя бы ездит. И то хорошо. Так, в принципе, давайте столкнем два танка. Этот и Е-100. Какой будет сильнее? Окей, выстрелят обычного танка. Что я могу сказать, ребят? Он едет, но он уже не живой. Ладно, давайте попробуем с Е-100 выстрелить в обычный танк. Так, Е-100. И обычный танк. Ну, целимся сюда и туда сюда. Ой. А ты бортишь. Ладно. Ты у нас еще будешь жить. Да стоянба! Ладно. Так, выстреливаем. И, кстати, какой-то звук. Звук рикошета, похоже, есть. Ну, в принципе, никакой брони мы его не пробиваем. Даже если мы ствол вот так вот поднимем, все равно никакого пробития мы не увидим. Потому что это пипловский танк, и он непробиваемый. Но он очень сильно талкивается. А теперь выстрел обычного танка. Ну, башню в этот раз не снесло, и он может стрелять. И еще один. И выдержал. Вау. Ладно, еще один выстрел. Куда-нибудь под башенную коробочку мы его зарядим. Ммм, выживу. Выживает после стольких ударов? Танк из частей? Я как-то в шоке, если же. Я что выживаю? Е-100 выживает, и он вообще-вообще. Он выжил, он как новенький, посмотрите. Ну, в общем, Е-100 его почти никак не разбить. Это уже решено. Пожалуй, теперь перейдем к Ваффентрагеру. В принципе, картонная ПТ-САУ или что уже там, я чтобы не шарю в танчиках. Так что поправьте меня в комментариях, если найдутся такие люди, которые шарят. Ух ты, ё-моё, тут даже поднимается ствол. О, наконец-то. Так, давайте реверс ротор. Кстати, довольно быстро поднимается. Оп! Всё. Так. По чём же мы можем стрельнуть? Рикошет от машины? Почему же там рикошетится? Ну, в принципе, тарчик прикольный. Так, давайте же его попробуем прострелить. Броня присутствует. Простреливается. Видите? Или... Не, не простреливается. Вот, тут уже простреливается. Ну, тут, наверное, без коллизии. Да-да-да, тут без коллизии. Давайте его попробуем взять и подорвать. Короче, сделаем вот так вот. Так. И зафиксимся на вот этом. И будет очень красиво. Прям башней или над башней. Но вот, воффентрагер выживает. Ой, ё-моё. Слушайте, я, похоже, понял, что тут все танки взрываются. Только надо найти их слабое место. Так, всё, давай. Оставься. Оставься. Переспавним, ладно. Поехали. Поехали. Например, выстрелы этого танка. Я хочу бояукладку ему взорвать. Не, ну, не в каток же. Не, не, всё равно не взрывается. Нет, сейчас я ему должен, по факту, его подорвать. И сейчас снаряд отрикошетил от ничего. Буквально от ничего. Видите? Просто. Что это было? Ну, в принципе, бояукладку можно взорвать. Но трудно. Но зато башня подлетает существенно. Дальше у нас идёт Маусик. Маусик славится своей защитой. Ну как, сейчас он вообще не славится. Слушайте. А снаряды так рикошетят? Смотрите. Видите? Он уже под углом рикошет... Он отрикошетил. И взорвался он в воздухе. То есть никакого вреда экипажу он не нанёс вообще. Ну, смотрите. Под каток. Ну, мне кажется, экипаж не выжил. Потому что типа взрывной волной. Но сам факт то, что... Он живой. О, он едет. Ну, то есть очищаемый, он как новенький. То есть стреляет так же. То есть вообще идеально. Ну что ж, посмотрим. Кто сильнее? Маус. Ладно, не буду придумывать. В общем, Маус или же Джевелин. Так скажем, современные технологии против антиквариата. Так. Хочет он напасть на этот танчик. Но мы ему пригорждаем Джевелин. Мы попадаем ровно в ствол, можно сказать. И ему абсолютно ничего. Так, уйди пока что. Ладно, давайте же куда-то нацелимся. Наверное, в каток. Ну, это мы попадём, наверное, под гусеницу. А, не, мы в ствол попадём. Не, ну, смотрите. Летит тупо в ствол. И мы его, похоже, что обезвредили. Да, мы его обезвредили. Потому что и Мартуры уже... Да ты бешеный, смотрю. Но только мы обезвредили пушку. Потому что она вообще сейчас не функционирует. Это слово вообще. Ну что ж, попробуем теперь самую тяжёлую артиллерию, которая у меня есть. Это супер Джевелинус. Джевелинус. А Джевелинус что-то не сработал. О, летит. Раз! Держит. Что? Куда они летят? Что это было? Что с Маусом? Помогите! Это... А где Маус? Что с ним? Что с ним? Ладно. Маус у нас тест... Прошёл там наполовину. Окей. Тигр второй. Это самый, можно сказать, красивый танчик. Потому что, посмотрите, какой он проработанный. И, во-вторых, у неё есть очень качественная система взрывания. Смотрите. Снаряды через него, ну, не пролетают. Отрикошетят. Это даже радует. А к нём тоже он не берётся. Ну, в принципе... Извиняюсь. Логично. Давайте ему боевую кладку подорвём. Попытаемся, по крайней мере. Не, ну, смотрите. Держит снаряды. Видите? Отрикошетила башня. Но! Но! Когда я его подрывал за кадром, у него детонировала боевая кладка. И, кроме того, у него был огонь. Действительно огонь. Я хочу этого результата добиться, поэтому... Берём прямо ему в крышечку. Так скажем, откроем ему как консервную баночку. Ну, давай. Да, Дживилин живёт своей жизнью. В принципе, как всегда. Ладно. Раз. Целимся. Летит-летит. И мы ему попадаем прям в лючок! Не взорвал! Не! Взорвал. Отлетела башни и начал с огонь. Мне кажется, это самый... Лучший танк, если честно, на сегодня, потому что у него есть анимации, у него есть горение в боеукладке, выгорание. Ну, это, если честно, самый лучший танк. Самый, то есть. И разрушается он при... Дживилин, лети-ка отсюда. Он же обречит, летит сейчас сюда. Да, Дживилин, конечно, странная вещь в этой игре, но Тигр 2 всё-таки реально классная машина. Блин. Реально, не могу нарадоваться, потому что он такой весь миленький какой-то хороший. Ой. Так, на двигатель нажать. О, на двигатель нажимаем, и он начинает ехать. Давайте ему подвеску проверим, потому что у него так много колес. Я даже хочу как-то подвесочку его проверить. Ладно, тут у нас нету. Ну-ка. Есть какая-то подвеска или нет? Вау! Классно, если честно, подвеска. Классно, если честно, вообще сам танк сделал. Жаль, то, что нету дистанционного управления. Это действительно жаль, то, что нельзя управлять как... Ну, как дроном или типа таким что-то, как дистанционная какая-то штука. Ну, а так, если честно, если такое самому вшить, то будет довольно очень классный танк. То есть стреляешь, там разворачиваешься, соси, там на кнопочку активируется. А если честно, так танки очень классно сделаны. Ну что ж, примерно такой у меня обзорчик вышел. Это танки. Я знаю то, что может какой-то быть и необъективный, или какой-то не совсем хороший. Но, в принципе, по этой игре можно сказать, я первый раз такой ролик записываю с таким форматом, с таким монтажом. Короче, в общем. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписку, если хотите таких видео больше. А я вижу то, что на меня подписались очень же много человек и хотят меня видеть на ютубе. Спасибо вам большое. Что ж, я буду выпускать ролики уже почаще. В принципе, уже силы, так скажем, появились. И появилась возможность выпускать больше роликов. Так что следите за сообществом. Там я буду выкладывать все новости, которые вы хотите знать или не знать. Ну, в общем, с вами был Ордикс. И были вот эти все агрегатики. И маусик, и маусик, и маусик.